Всем привет, вы Поль на канал Hard Reset Info И в этом видео я расскажу вам, как настроить звук, как настроить эквалайзер в колонке Bank & Olfsen A1 второго поколения Итак, для этого нам понадобится приложение Bank & Olfsen Здесь мы нажимаем на наше устройство, чтобы его выбрать И, кстати, да, если у вас есть вопросы, как вообще скачать это приложение и как подключить колонку То у нас есть об этом видео на YouTube, можете посмотреть И здесь выбираем на главном экране звуковые режимы Это и есть наш, по сути, эквалайзер, это готовый пресет У нас есть Speech, Favorite, Ambient, Party и оптимальный режим Оптимальный режим, это, можно сказать, такой стандартный самый режим, который у нас стоит первым Он у нас, можно сказать, когда вы его выбираете, вы просто сбрасываете настройки То есть включаете дефолтные настройки колонки Но, помимо этого, вы можете нажать сюда и выставить, в каком порядке они у вас должны быть Например, Party Mode вы ставите сразу после оптимального Далее, допустим, Speech и что-то в этом роде Далее вы можете также настроить свой режим Нажимаем вот сюда, вот на этот крючок И здесь у нас есть совершенно разные настройки Более к спокойному, яркому, энергичному или теплому звуку Также вы можете увидеть такие подсказочки по тому, какие частоты вы будете настраивать Допустим, в сторону яркого это низкие, то есть меньше низких частот и выше высоких частот Если в эту сторону, то есть видите, да? Итак, в каждую сторону здесь меньше высоких частот, а здесь больше низких частот И вот так вот вы можете просто настроить собственный звук Например, я хочу больше низких частот И при этом одновременно в сторону чуть-чуть высоких частот То есть ближе к энергичному, между энергичным и теплым И нажимаем сохранить как новое И допустим, это у меня пресет для музыки в жанре рок, например Давайте впишем Рок камень Насколько я знаю по-английски, окей Нажимаем сохранить И вот у нас готовый пресет, который мы, собственно, и настроили А на этом все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»